Добрый вечер, уважаемые слушатели! Я очень рада вас приветствовать и спешу поздравить всех тех, кто когда-то был студентом или является им сейчас, поскольку для меня это самое лучшее, наверное, время жизни, самое безбашенное, самое чудесное. И я, как бывшая студентка МГУ, спешу вас всех поздравить и надеюсь, что вы также вспоминаете это прекрасное время, независимо от того, в каком вузе вы учились, как и я. На этом хорошие новости заканчиваются, как водится в нашей стране. И начинается какая-то непонятная ерунда, от которой впору впасть в уныние, а можно и смотреть на нее со стороны, но удивляться при этом. Вот я сегодня услышала новость о том, что США решили выйти из совместной какой-то рабочей группы по гражданскому обществу, которая была, по-моему, возглавляема с нашей страны Владиславом Юрьевичем Сурковым. И, честно говоря, не удивилась. Точнее, удивилась тому, как долго американцы наивно полагали, что у нас вот что-то с этим гражданским обществом будет происходить в рамках государственной программы. В нашем гражданском обществе все хорошо. Я в этом абсолютно уверена. Но только это не имеет никакого отношения к государству. И гражданское общество развивается, если не параллельно, то уж точно перпендикулярно к нашему государству. И думаю, что по мере того, как гражданское общество будет крепчать, оно будет крепчать непременно, государство будет хереть, приходить в упадок. Я оптимист. Я полагаю, что это мы увидим в ближайшие годы. Просто потому, что нам надоест совсем это старое, никому не нужное, мешающее нам жить государство со всеми его институтами. И мы хотим сделать что-то человеческое на этом месте. Вот в подтверждение этому я могу рассказать пример, который вчера опубликовала «Новая газета». Просто он мне очень понравился. И я о нем знаю немножко больше и раньше, чем те, кто прочитал в «Новой газете» это вчера. Это про мост, который построили предприниматели, скинувшись в городе Шарья Костромской области. Вот кто не знает, что такое это Шарья, я могу сказать только то, что это такой почти гулаговский лесоповал, оставшийся еще с тех самых времен. Где-то на границе, ну, москвичу кажется, это безумно далеко, Костромской, Нижегородской, по-моему, Пермского края, как-то вот очень далеко. Короче, если от Москвы до Костромы 320, то от Костромы до Шарьи еще, наверное, еще 300. Но только вот в северо-восточном направлении, совсем таком удаляющемся от цивилизации, от обитаемой Айкумены, древних греков. И вот там, видно, власть была никакая или еще что произошло. Короче, местные предприниматели так уже махнули рукой на то, что власть способна что-то сделать, починить в данном случае мост, который был нужен всему городу Шарье. И скинулись, и решили это делать самостоятельно. Как-то водится в наших широтах, обещал, но сделал. Вот обещал, но сделал, мост построили, причем не стали стесняться того, чтобы назвать собственные фамилии. Тут я уже ближе подхожу к теме нашей программы, потому как мне всегда хочется говорить о тех людях, которые что-то в жизни делают нестандартное. Пускай хорошее, но обязательно нестандартное для такой общепринятой атмосферы, но и особенно ценно то, что они совершенно не собираются это скрывать. Фраза шпакляк о том, что хорошими делами прославиться нельзя, я считаю, для нашей страны просто совсем вредна. Не знаю, как для других, может быть, тоже, но для нашей в особенности. Так вот, в этом городе Шарья взяли и сделали мост. Я была в Костроме летом прошлого года, минувшего, 2012-го. И там на мое выступление приехал один замечательный мужчина по имени Олег из города Шарья, предприниматель, который подошел ко мне и сказал, вот, Ир, а помогите найти кого-то, кто нас проконсультирует по поводу того, как можно устроить самоуправление в нашем городе. Ну, я как-то смутилась, говорю, не знаю, там в Шарье, наверное, 3030, а в Москве много, но попыталась кого-то найти. Надо сказать, что толком, хотя искренне старалась, там давала этому Олегу телефон мэра Троицка, Сиднева, бывшего, там еще кого-то, но что-то я не думаю, что кто-то из моих протежей оказался ему полезен, но, видимо, потому что самоуправление надо строить самим по собственным рецептам. И они сильно зависят и от широты, и от благоты, и от качества народонаселения. Ну, так вот там, почитайте, в новой газете хорошо написано о том, кто что из местных предпринимателей, не стесняясь того, что он делает, не стесняясь называть свою фамилию, производит. При том, что, конечно, все это вроде как и мелко, и ерунда, и подумаешь, вот этот мой знакомый Олег финансирует на свои деньги какие-то археологические раскопки, раскапывая какие-то древние марийские городища, и собираясь на этом деле построить туристический бизнес, ну, отлично, флаг ему в руки, гляди, что-то получится. Но самое главное, такое впечатление, что этим ребятам хорошо в дороге. То есть им просто нравится делать то, что они делают. А это самое главное. Как только мы начнем получать удовольствие от того, что мы делаем, не только для себя, но и для других, в жизни, в нашей стране удивительным образом начнем налаживаться. И мы даже не заметим, как это будет происходить, только радоваться будем последствиям. Вот мой сегодняшний гвоздь, человек, который поступил, в общем, совсем нетрадиционно для сегодняшнего времени, выразился это в том, что он, закончив медицинский институт, вот напротив меня сидит Артемий Ахотин, 34 лет, очень симпатичный, замечательный. Так вот это он, закончив медицинский институт и ординатуру по кардиологии, и будучи, в общем, из хорошей семьи, живущей в центре Москвы, и счастливо женатый, имеющий замечательную дочку Дуню, и прочее, прочее, вот почему-то не стал зарабатывать деньги с скорбным трудом врача-кардиолога в Москве, а почему-то уехал работать в Калужскую область, в город Тарус, точнее, в Тарусскую центральную районную больницу, к которой я когда-то имела некоторые отношения, будучи председателем Попечистического совета этой больницы. Мы тогда много чего выдержали, там, боролись с местной администрацией, но об этом совершенно другой разговор, может быть, если кому-то будет интересно, я про это довольно подробно написала в своей книжке «История болезни». Вот, ну, дела давно минувших дней, сманил Артемия туда другой врач-кардиолог Максим Осипов, который, тем не менее, работает в Тарусе на полставки и параллельно живет и трудится в Москве и, в общем, ведет такой образ жизни чеховского персонажа, потому что немножко пишет пьесы, его пьесы ставят в театрах и так далее. А вот Артемий Охотин вкалывает врачом-кардиологом в Тарусской больнице за Тарусские деньги, живя в Тарусе и раскатывая на машине с калужской регистрацией все время своей жизни. Вместо того, чтобы еще раз зашибать, я думаю, скорбные, но немалые деньги, трудом врача-кардиолога в городе Москве. И вопрос у меня стандартный. Дорогой Артемий, вот как так получилось, что вы в какой-то момент предпочли переехать в город Таруса, причем именно переехать, а не ездить туда-сюда каждый день или два раза в неделю, и посвятить себя тому самому районному здравоохранению, которое считается у нас в упадке и прочее. Мы подробно поговорим об этом и о состоянии вообще того, что называется здравоохранение в России, и о том, каким образом можно собрать вокруг себя нормальный персонал, потому что первый раз, когда я приехала в Тарусскую районную больницу, это был 2007 год, навстречу мне по коридору шел не очень трезвый человек, который сказал, что он врач-невропатолог, и был он, я помню, в шерстяных носках и тапочках. Нет, не невропатолог. Ну, может быть, я могу путать. Ну, прошу прощения. Вот если не невропатолог, еще лучше, потому что, ну, как-то он меня сильно смутил, и все мне там показалось таким не просто бедным, а запущенным. То есть не просто недофинансирование, а еще и пофигизм. Не просто нет возможности сделать, но и, в общем, не хочется. И помню, я линолеум, который во время всех ремонтов настилался слоями один на другой, таким образом, что эти самые батареи уже практически на нем стояли. И, в общем, плохо грели приспособленное помещение, потому что, по законам физики, вроде как положено, если ты что-то касаешься, то ты в первую очередь греешь то, что ты касаешься. То есть они грели линолеумный пол, а совсем не пространство вокруг. Вот такая была Тарусская районная больница, куда Артемий приехал. В каком году это было? В 2006 году, в сентябре. То есть будет 7 лет в этом? Да, но приехал уже окончательно. Я там бывал и до этого. Ну, давайте начинаете рассказывать с самого начала, каким образом к вам в голову взбрела такая мысль поехать в Тарусу. Да, я сначала действительно расскажу. Все началось с того, что еще будучи студентом, я работал переводчиком медицинским в издательстве «Практика», которое в те времена было, в общем, таким лидером по издательству медицинской литературы. И, работая там, я познакомился с его директором, которым президентом, которым, собственно, был Максим Осипов. И как-то эти отношения перешли в дружбу. И когда в 2005 году Максим решил вернуться к врачебной деятельности в городе Таруса, на это были свои исторические причины, не будем сейчас в них вдаваться, он пригласил меня ездить, просто посмотреть, что там происходит. Я ездил, да. Артём, сейчас мы, я прошу прощения, что перебиваю, сейчас мы на минуточку сделаем паузу, а потом ты продолжишь. Вот все-таки я неопытный ведущий совсем, и для того, чтобы уйти на рекламу, мне пришлось перебить моего уважаемого гостя. Перед этим я, конечно, только предоставила ему слово и сказала, что давайте, Артемия, рассказывайте. Ну вот, виновата, прошу прощения, и давай, Артемия, рассказывайте, пожалуйста. Продолжайте о том, как в 2006... В 2005, а потом в 2006 году я ездил с Максимом Александровичем просто посмотреть, как он работает, и учиться у него конкретные вещи, которые мне понадобились бы и для работы в Москве, и их кардиография, такой базовый метод в кардиологии. Вот, и, но, одновременно с этим, кончая ординатуру, я понял, что для работы врачом, в таком каком-то первичном смысле, как мы это понимаем, там, у Болгакова, у, не знаю, у кого, ну, вообще, вот врач, человек, который принимает больных, смотрит, ну, Вересаев, да, можно. Ну, в таком первичном понимании, да, помощи, профессиональной помощи при болезнях. Я понял, что, в общем, места в Москве мне нет, потому что работа врачом поликлинике это бумажки, работа в стационаре обставлена кучей совершенно неимоверных ограничений, не позволяющих, в общем, работать на полную мощность. И остается уход в какую-то узкопрофессиональную область, ну, так, где уже работа становится немножко неинтересной, технической, и, ну, это не то, что я, как бы, ждал от врачебной профессии. И тут как раз Максим Александрович предложил мне, спросил, какие у меня планы на дальнейшую жизнь в медицине. Я сказал, что или уезжать, наверное, на запад или чего-то искать, не знаю чего. Вот это интересно, так все-таки почему-то не на запад, а почему-то на юг, потому что Тарусы же на юге от Москвы. Да, на запад, конечно, имеется большая буква «Запад». Естественно. Вот. Но мне не хотелось уезжать, на самом деле, но многие люди уезжают не потому, что им хочется, а потому, что иначе они могут себя реализовать профессионально. Вот хотя так считается, что основной мотив, почему врачи уезжают, это из-за денег, это, конечно, не совсем верно. Вот. А тут, значит, представилась возможность работать на новом месте и в некоторых специальных условиях, потому что вместе с моим приездом в Тарусу в Тарусе организовывалось общество помощи Тарусской больнице, которое позволяло некоторое, давало больнице некоторую финансовую самостоятельность в плане закупки каких-то, какого-то оборудования. Ну, это понятно, что это давало некоторый плюс больнице, но не давало, по-моему, никакого особого плюса вам. Нет, давало, потому что если совсем материальная база никакая, то работать, то свобода, она не может быть реализована. Тут я мог немножко решать, что мне сейчас надо. Вот мне нужны такие-то катетеры, мне нужны такие-то. Это было чуть шире, чем средняя. Но, тем не менее, вся забота о катетерах, а не о собственной зарплате. Да, конечно. Но я продолжал тогда работать в издательстве практики. Но, в общем, вообще, к сожалению, вопрос зарабатывания денег и вопрос профессиональной реализации или, к счастью, перпендикулярно. Да, не пересекаются. Вот. Все-таки параллельно. Ну, параллельно, наверное, да. Мне казалось, противоположно, то есть в разных направлениях. Независимо. Иногда хаотично пересекаясь. Вот. И, собственно говоря, я поехал работать в Тарусу. Ну, к тому времени у вас уже была жена Юля. Да. Вот как она отреагировала на то, что вы поедете в Тарусу, и она будет там тарусянкой, а не москвичкой, и дети будут расти в Тарусе и ходить в Тарусскую школу. Вот что говорила жена Юля? Ну, во-первых, мы никогда как-то не загадывали сильно вперед. Как-то все шло само. Тогда это показалось и интересно, но и Юля сочувствовала моим профессиональным пожеланиям. Немножко, может быть, вообще по-своим, но... А на кто по специальности? Она лингвист. То есть работа для лингвиста в Тарусе, видимо, нет? Ну, в общем, нет, конечно. То есть положила себя на алтарь мужа? Ну, это... Ну, нет. Это не совсем так. А как? Ну, вот она дом построила в Тарусе, где мы живем. Это... Вот. Занимается воспитанием дочки, обучением и так далее. Нет? Настоящая домашняя жена? Да. Здорово. Ну, давайте-давайте проторусскую больницу. Как там все-таки состоялась реализация Артемия Охутина как врача? Ну, надо, наверное, немножко так предварить и сказать, что с моей точки зрения, ну, не только с моей, это, я думаю, общее место немножко сейчас, что, в общем, профессия врача испытывает некоторый кризис в стране, который связан не с маленькими зарплатами, не только с маленькими зарплатами, не только с какими-то обстоятельствами такого технически-финансового плана, а связан с тем, что нет условий для работы в соответствии с тем, как это принято. Ну, опять же, на Западе. Мы всегда ссылаемся на Запад, потому что там медицина наиболее продвинутая. То есть существует куча ограничений не содержательного свойства, ну, то есть не потому, что мало денег, не потому, что нет такого-то прибора, а потому, что существует правило, которое не позволяет сейчас этого больного перевезти из этой палаты в это отделение, потому что для этого надо оформить такую бумагу, а перед этим надо сделать такое исследование, которое ему не нужно, но если это сделать без него, то это будет нарушением такого-то правила. Ну, все обставлено, ну, как ездить по центру Москвы на трамвае, вот это примерно такой способ лечения больных в Москве. Можно, почти из любой точки, наверное, можно как-то приблизиться к другой точке, но это будет примерно в 10 раз дольше, чем... Вот. И есть еще довольно большие этические, на самом деле, препятствия, ну, так, если грубо говорить, то приходится врать больным. Да, скажем, в больнице нельзя говорить больному, что нет лекарства, которое ему нужно. Да, да, существует совершенно определенные ограничения со стороны начальства самых разных уровней. Ну, есть еще много, я не буду сейчас вдаваться в детали. Хотя это так интересно. Это очень интересно и очень грустно. Вот. Мы все с этим сталкиваемся. Да. Потому что больница это то место, в котором, ну, иногда приходится бывать. Ну, да, к сожалению, больница в Москве начинается с охранника. Да, когда я договариваюсь, что кто-то, я кому-то зайду в больницу, я первым делом узнаю, как мне пройти через охрану. Да? То есть, это как бы уже такое целое препятствие. Ко мне больный может прийти, подняться на этаж, и его никто, первый, кто кого он увидит, это буду я. Да? Вот. Это уже дает некоторое совсем другое... Может быть, это связано с отсутствием преступности в Тарусе? Нет. Ну, как отсутствия? Я думаю, что, ну, отчасти, да. Отчасти самой идеи, но все-таки сохраняется советская идея, что больница это маленькая такая тюрьма. Ну, что в реанимацию не пускают, что в детское отделение не пускают, что на больных орут, что на родителей орут. Ну, как бы, ну, я не знаю, я в тюрьме не был, но я себе тюрьму представляю, как такую среднемосковскую больницу без, ну, без там, с решетками на окнах. В Тарусе этого нет? Нет. То есть в Тарусе в реанимацию родственники могут войти? Да. Ну, у нас нет реанимации как отдельного отделения, но в палатную интенсивную терапию не только могут, но мы и активно стараемся этому способствовать. Но это, на самом деле, это не только человеческое отношение, это и с медицинской точки зрения полезно. Это уменьшает риск развития у больных делирия. Такого состояния, когда пожилой больной попадает в незнакомую обстановку, мигают лампочки, пищит, все, у него случается психоз. Чтобы этого не было, кто-то должен быть рядом, кого он знает из той жизни, предыдущей до больницы. Вот. И главное, что это решаем мы сами. Если мы считаем, что нужно, чтобы больному прошел там, не знаю, кто сын, мать, жена, то он проходит. Если мы считаем, что... Как же вам удается преодолеть там все эти сложности, связанные с правилами нашего отечественного здравоохранения? Ведь наверняка же есть инструкция, по которой нельзя. Это на самом деле всего этого нет. Это все... Ну, может быть, они где-то есть, но на самом деле это... Это творчество масс? Это не творчество масс, это традиция. Да? Переломить традицию в организации, где работает там 300 человек, да? Ну, невозможно. Если вот у нас в отделении работают два врача, да, я и там Софья Валерьевна. Ну, как бы некому... Ну, а кто будет нам говорить, как надо, а как не надо? Мы сами знаем, как надо. Но есть главный врач, который придет, стукнет кулаком по столу, скажет, ну-ка, что же это такое? Нет, у нас хороший главный врач. Понимаешь? Да. Хотя и не молодой, насколько мне известно. Ну, как-то это не принято обсуждать. Возраст, но она... В том смысле, что человек старой школы. Она не новатор. Она, да, она давно работает. Но она приняла то, что вы делаете. Да. Но она тоже заинтересована, как ни странно, для главного врача. Так, в Москве тоже образ главного врача, это такой злодей. Она в целом заинтересована в том, что больные выздоравливали и врачам хорошо работалось. как будто обычно все по-другому. Это неестественно. Это неестественно, да. Это какой кошмар. То есть для наших врачей, ну, я, в общем, согласна. Я с врачами, честно говоря, не очень люблю общаться в больнице. И мне кажется, что они все настроены именно на то, чтобы меня обобрать, замучить. Нет, даже не столько... Ну, я не очень люблю эту тему, что все врачи там охочи дать денег, потому что даже если вот этот фактор полностью исключить, ну, нет реально возможности что-то нормально сделать из-за кучи формальных ограничений. Вот недавно у меня был случай больной в Москве в Большом институте. Пришел, его посмотрел очень хороший профессор, кардиохирург. Сказал, его надо положить сейчас в больницу, дренировать перекарты хирургическим путем. Но это специализированная медицинская помощь. Для этого надо оформить специальный талон. Вот пускай он сейчас поедет к вам в Тарусу, вы за ним понаблюдаете, чтобы чего не было. Мы пока оформим все бумаги. И через там, вот, в среду он должен поехать обратно и лечь, ему все это сделают. Вот, да, вот он здесь, вот больной здесь, и препятствие чисто формальное ему оказать помощь этому больному. Тём, но тем не менее, я думаю, что вам многие люди, когда вы принимали решение поехать в Тарусу, говорили, ой, что ты делаешь? Почему все-таки не на запад, а на юг, и всего на 130 километров они намного дольше? Дальше. Как с этим жилось? Как вы выдерживали это давление традиций? Наверное, и родственников? Ну, я вообще, ну, это, наверное, связано с характером отчасти, потому что я просто в качестве такой иллюстрации могу, ну, вообще, вот иллюстрации тоже надо идти против течения. Когда я был маленьким, ходил в школу, в часы пик, вот народ идёт в метро в одну сторону, идёт по походу, а в другую поперёк, на тебя. Вот, на самом деле, ребёнку надо идти туда, где народ идёт на него, потому что люди расступаются, и он между этим потоком идёт быстрее. Если ты идёшь, а с тобой спина перед тобой, ты не можешь идти быстрее, чем эти спины. Я как бы ещё в детстве вот так вот любил ходить на правом. Вот, потом я поступил на биофак в МГУ, это было некоторое нарушение семейных традиций, у нас все до десятого колена филологи. А вот, потом я ушёл с биофака, недоучившись, и пошёл в медицинский. Это было ещё таким словом традиция. Потом я уехал в Торосу, но тут все решили, что я, наверное, сошёл с ума. Вот, и родственники, и родители. В таком обыденном сознании точно так решили. И коллеги, главное. Коллеги, конечно, ну, у меня был из-за этого и конфликт с начальством на кафедре, потому что, ну, люди считают, что их место самое лучшее. Если кто-то уходит, то это внешнее предательство. Ну, и вообще идея, что можно уехать из Москвы. Но действительно, в Москве врачи зарабатывают гораздо больше и возможностей для карьерного роста в обычном понимании. Диссертация, доцент, профессор, заведующий кафедрой, заведующий, там, центром, сектором, не знаю чем. Ну, они, конечно, больше. Но при этом, в плане профессиональном, ну, к сожалению, чем выше врач, на эти ступеньки, тем дальше он у больных. Артемий, мы на секунду проливаемся и включим телефоны прямого эфира. Я напомню нашим слушателям, что код города Москвы по-прежнему 495, а телефон в студию 6510-996. Кроме того, можно писать на сайт финам.фм или слать смски на номер 5533, начиная с буквы «Я», дальше пробел. А я хотела бы вас вот о чем еще спросить. Не достает ли вас местная власть? Потому что ведь, ну, как-то кажется, какая-то новаторская больничка под боком, все это неправильно. Ну, как складываются отношения? Ну, в начале нашей деятельности был большой конфликт. Многие могут помнить о нем. Он обсуждался на центральных каналах. Но и даже некоторые думают, что, может, мы для этого туда и поехали, такие революционеры, приехали взорвать город. Но это все стихло, власть поменялась. Госдеп, Госдеп, ЦРУ, ну, нас много в чем обвиняли. Таком довольно стандартном, на самом деле, бред вообще шизофреника, он очень относительный. Стандартный набор. Вот. А потом, во-первых, это притихло, потому что съезд не удалось. Второй раз пробовать не хочется. А сейчас мы вообще не очень зависим от муниципальной власти, потому что, правильно это или нет, скорее нет. Но сейчас почти все больницы это бюджетные учреждения, которые напрямую подчиняются Минздраву. То есть практически больница перестала быть частью общества, к счастью комьюнити, к счастью города, к счастью муниципалитета. Ну, отчасти это, наверное, и плохо. Отчасти это плохо. Но при тех полномочиях, урезанных, ну, как бы, реального самоуправления нет. Поэтому, может быть, это и не самый худший вариант. Но для нас сейчас, наверное, так проще. В общем, не знаю. Сейчас мы не имеем практически никаких... Да, мне очень хотелось бы как-то поговорить, ну, конечно, не в рамках нашего разговора о местном самоуправлении, о том, что нужно делать для того, чтобы люди начали отвечать за себя и за свое место жительства здесь и сейчас. Но попробуем найти кого-то, кто предпринимает шаги в этом направлении. Потому что, конечно, понятно одно, нужно, чтобы у муниципалитета были деньги, для того, чтобы он мог что-то реально делать. Например, финансировать больницу. А пока больница финансируется из центра, из города Москвы, из министерства, то министерство и муску заказывает. И остается только молиться за то, чтобы министр был нормальным человеком. Да. А вот скажите, пожалуйста, Артемия, каким образом у вас складывают соотношения с пациентами? Вы в проброс сказали мне еще перед эфиром, что преимущественно у вас мужчин двух профессий. Либо водители, либо охранники. То есть, в молодости водители, потом охранники. Ну, к сожалению, да, но это связано с общей, так сказать, это общая ситуация в стране. Общая тенденция в стране, что работы очень мало и люди вынуждены себя реализовывать. А в Тарусе, в принципе, мало работы. Есть, наверное, какие-то бизнесы. Что происходит сейчас в городе? Интересно, ведь район 14 тысяч. Бизнес в основном торговый и немножко туристический. И много людей, которые работают в Москве. В Москве, в Серпухове, ну, куда-то ближе к центру. Ну, есть еще отдельные теории, у нас там в Тарусе есть академический институт, который тоже испытывает проблемы, потому что весь коллектив, как нам рассказывали, который пришел в свое время, когда институт открыли, он за 30 лет, весь коллектив постарел на 30 лет. Но не сменился. Но не сменился. Люди не хотят ехать. Ну, кто-то приезжает, наверное, но в целом, ну, есть такой провал, возрастной провал активных людей после школы где-то лет до 30, 35, очень мало мужчин. Ну, и женщин тоже. Они все... Тем не менее, кто-то ведь помимо вас в Тарусскую районную больницу приехал работать. Да. Именно работать. Кто эти люди? Да, именно работать. Значит, первое время мы совершенно не могли найти врача, еще одного, но очень не хватало нам конкретного терапевта, и мы очень долго не могли его найти. И, в общем, отчаялись. А потом, как-то вдруг, образовалось сразу несколько молодых врачей, которые приехали и работают. Это... Тоже из Москвы приехали. У каждого своя судьба. Ну, почти... Около Москвы, так скажем. Вот Софья Валерьевна, она живет в Серпухове, но она работала в Москве в кардиоцентре. Она стала... То есть она предпочла ездить не в Москву, а от Москвы. Да. Но дело не то, что она предпочла ездить, она просто приезжала к нам... Приезжала к нам учиться в кардиографии по субботам к Максиму Александровичу тоже. Ну, в общем, похоже на мой путь. А потом мы ее уговорили остаться у нас работа терапевта. Она заканчивала интернатура. А зарплату она тоже получает на русскую? Да. Хорошо. Но она небольшая, насколько я понимаю, по сравнению с Москвой. Ну, по сравнению с Москвой небольшая, но я думаю, что она приехала не за зарплатой. Это сто процентов. Такие люди бывают? Да. Скромно сказала. Да, ну вот, потому что еще приехала Марина Николаевна, которая сейчас учится на анестезиолога. Она приехала как-то просто однажды посмотреть, что у нас тут происходит с другим доктором. Ну, потому что в медицинском мире... То есть слух о вас идет во всей Руси. Да, в кардиологическом сообществе. Ну, в общем, Тарусы, это... Все знают, что это такое. Кто-то может относиться негативно, кто-то положительно, но это известное место. Но это еще... Ну, у нас еще нет параллельной деятельности. Я, скажем, веду кардиологический портал в интернете. Называется он Вальсальва. Это так звали одного анатома испанского, где врачи из самых разных мест от Бостона до Мурманска выкладывают какие-то случаи интересные. Ну, подождите, Артемий, но ведь обычно наши, вот в моем представлении, врачи — это человек, который не пользуется интернетом в профессиональных целях. Нет, это неправда. Это уже не так, слава богу. Разные есть врачи. Врач, который как бы... Ну, нормальный врач пользуется. Я не беру за всех утверждать. Но сейчас врач без интернета — это нонсенс. Причем желательно интернет на рабочем месте. У вас, кстати, в больнице есть интернет? Да, конечно. О как. И Wi-Fi в палатах? Нет Wi-Fi, нет. Но если пациенты очень просят, мы им даем пароли. Это не очень, не самая актуальная потребность у больных. Ну да, особенно учитывая, что это, наверное, бабушки и дедушки. Тем более, что они лежат недолго и обычно им не до этого в этот момент, когда они лежат. Нет, но сейчас вообще в этом смысле это тоже, на самом деле, вот такой отъезд на периферию. Он сейчас не столь радикален, как раньше. Это не значит отрыв от медицинского сообщества мирового. Но в 2006 году он таковым все-таки был. Чуть-чуть, да. Когда вы решили... Но в меньшей степени, потому что, скажем, все... Я уже очень давно, я не знаю, может, это стыдно, не читал медицинских книг бумажных. Да, вот у меня... Все, что я читаю, я читаю в интернете. Есть такая база, там, up-to-date, да. Но подписка на нее стоит каких-то денег. Мы подписались, и мы ей пользуемся на английском языке. Есть... Почти все руководства существуют в онлайн-доступе, да. Журналы сейчас выходят тоже, естественно, они все в интернете. Ну, ведь, понятно, я понимаю. И все, к сожалению, все по английскому языке. Все по английскому языке, да. Надо знать английский и иметь интернет. Да. Как бы эти два условия... И желание, извините, Артемий, еще это очень важно. Это подразумевается. Потому что как-то вот не у всех такое желание возникает. Преимущественно, есть желание получать побольше зарплату, иметь какие-то дополнительные блага от... Я не уверен, что это преимущество. Это просто... Этих людей слышно, они кричат. Их слышно. И более того, в общественном мнении существует такая вот общепринятая картинка. Ну, да. Ну, как существует картинка, что гаишник хочет только взятку получить. Ну, по-моему... Это та самая низовая коррупция, с которой предпочитает бороться наша власть. Видимо, для того, чтобы мы не вспоминали о большом, в таком действительно очень существенном, все борются с врачами, учителями и гаишниками. Да. Это мы знаем. Хотя я думаю, что это, конечно, преувеличение. Ну, уж Тарусь-то точно. Ну, Тарусь мне не приходилось ни разу никому давать из гаишников. Из гаишников. А вам предлагали больные полечить за деньги? Ну, это довольно стандартное... Как вы реагируете на это? Ну, обычно звонят и говорят, вот можно ли к вам записаться, прийти там. Ну, надо, чтобы посмотрел терапевт, направил на прием. А платно. Ну, как бы люди хотят, чтобы... У нас нет платных услуг, и все это. Не. Ну, вы такой, получается, честная одиночка. Ну, почему одиночка? И почему... Нет, ну, вот я говорю, у нас уже, вот, Максим Александрович работает, я работаю, работает Софья Валерьевна, работает Марина Николаевна, работает Василий Максимович, который... А Василий Максимович это кто? Он молодой терапевт, он сын Максима Александровича, но он как раз собирается, в принципе, ехать учиться в Америку, но пока работает у нас дежурантом. Дежурантом. По больнице. И мы ждем еще одного доктора, Ирой Иванова, Ирины Викторовны, невролога, которая тоже, в общем... Ну, я как раз перед тем, как уезжать, я поговорил с докторами, говорю, вот я буду на радио, какой ваш мотив, вот почему вы приехали. Вот почему вы приехали. Одним словом, так как мы пытались сформулировать, ну, там, ну, разные были варианты, но остановились мы на том, на слове «здоровый смысл». Да? «Работать врачом, сохраняя здравый смысл». Ох, как это хорошо звучит. Побольше бы таких врачей, хотя, если бы не знакомство с Максимом Осиповым, я бы никогда не узнала о том, что есть Тарусская районная больница, и там такой островок здравого смысла. Вы говорили о том, что есть коллеги, которые вас не любят, за то, что вы такие. Вот что у них, отсутствие здравого смысла, или они видят здравый смысл в другом? Нет, и в каком смысле коллеги? Ну, и коллеги, когда я работал в больнице, просто коллеги, мои коллеги не понимали, зачем я уезжаю. Ну, потому что это некоторая, ну, как человек, который уезжает, скажем, за границу, не любит тех, кто остался, да? Потому что это подрывает смысл его поступка. Если в России все плохо и надо уезжать, то как же вот люди могут уехать и не уезжают? Значит, они опровергают его тезис о том, что в России все плохо. Ну, да, либо у них какой-то другой смысл. Если я уезжаю, вот я из прекрасного отделения с нормальными зарплатами, со всем, чем хочешь, значит, не все хорошо здесь, да? Ну, почему же? Может быть, люди предполагают, что у вас другой здравый смысл? Ну, 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 не знаю, нет, у меня нет реально никаких конфликтов с коллегами на этой площади, у меня нет. Есть некоторые непонимания, но не все понимают, как можно. То есть, как можно поехать в Германию или в Америку, понятно всем, конечно. Да. А как можно поехать на Русскую или в какой-нибудь Соликамск, ну, конечно, непонятно. Да. Ладно еще на большую зарплату, а так просто. Ну, да, ну. Ну, вы получаете удовольствие от своей жизни? Да, да. Поподробнее. Ну, я так в профессиональном плане больше, конечно, могу рассказать. там начинаем свежий воздух, грибы, ягоды. Ну, ты к этому очень быстро привыкаешь. Ну, привыкаешь и в хорошем смысле, потому что, когда я приезжаю в Москву, то, ну, у меня ощущение такого оккупированного города. Оккупированного? Оккупированного. В каком смысле? Ну, вот скажем, просто конкретно там у подъезда моих родителей, где я ходил там с ребенком, где всегда все было свободно, свое, там, самый, какой-то элитный бар, где стоят машины с номерами АМР, где, не дай бог, ты кого-то заденешь, где ты кого-то там попросишь подвинуться, стоят какие-то охранники. Ну, в общем, ну, он вообще немножко перестает быть тем центром Москвы, которым он был в моем детстве. Ну, в общем-то, это нормально. Ну, нормально, но... Просто город развивается, становится другим. Ну, да. Он становится, он становится немножко более вражительным. На мой вкус, он становится более вражительным. Тарусы, конечно, доброжелательные, мягкие. Да. Ну, а... И пробок нет, правда ведь? Пробки появляются. Такие они, Как в Тарусе? Утром, когда ребенка отвозят в школу, около школы уже просто... Отводишь или отвозишь? Отвозишь. Слушайте, а почему в Тарусе надо отвозить? От... Ну, лень. Хорошо. Ого! Ребенок хочет... Ребенок хочет с папой. Ребенок хочет с папой. Наконец-то мы нашли что-то негативное в этом Артемии Охотине. Ему лень. Слава Богу. Это уж такой совершенно просто невероятный образ. Человек, который вот такой подвижник. Еще ленив и... Ну, еще про недостатков. Какие? Какие? Артемия, пожалуйста. Я буду сам про себя. Я лучше расскажу про свою работу. Значит, ну вот еще такое существенное, на мой взгляд, преимущество работы в маленьком городе, это, ну, то, что называется жить в комьюнити, да? То есть люди, которые там... Ну, такой американский образ жизни. Да, да. Ну, вот я читал недавно как раз книжку о... Называется Heart in the Right Place. Про работу врача в каком-то совершенно захолостном американском местечке. Ну, вот это чуть-чуть похоже, да? То есть ты выходишь на улицу, ты знаешь почти там каждого третьего прохожего, ты знаешь в лицо, да? И он... Или он у тебя лечился, или у тебя лечилась его родственница, или... Ну, как-то ты вот... Оно все как-то куда-то укладывается. Здесь нету, как бы, вот этого, что работа, дом, дорога от работы до дома, и все, и все остальное, оно как бы абсолютно неизвестно где, никак и с чем не связано. Но это именно так и у вас происходит? Работа, дом, дорога просто пешком, а не в пробках? Нет, но между ними существует город, который мой город, да? Я знаю более-менее в каждом... В каждой двери я знаю, что происходит. Да, вот если в магазине, там его хозяин, там, не знаю, условно говоря, Иван Петрович, его жена такая-то, их дочка работает там-то, но вот есть понимание, как живет и чем живет город. И ты чувствуешь себя к счастью этой жизни. То есть вы уже почувствовали себя жителем города Тарус? Ну, естественно. Ну, вот такой пример, когда я начинал работать, у нас там дежурит один врач, если не по специальности больной, то ты созваниваешься с врачом и вызываешь. Вот мне надо вызвать хирурга. Я раньше ему звонил, говорю, Владимир Алексеевич, больной там с такими-то жалобами, то-то, то-то. Он говорит, как фамилия? Он говорит, фамилия такая-то, там, столько-то лет оттуда-то, там, из деревни такой-то. Да. А, ну, значит, у него то-то, то-то, то-то. Но мне это казалось каким-то таким смешной причудой. Сейчас я понимаю. Тоже, когда мне звонят и говорят, там, я сометически поступил больной, там, заболеваемый в груди, мужчина там, я сразу как фамилия. Ну, кроме того, у меня есть база данных всех моих больных с собой, но я, в общем, и без этой базы сразу понимаю. А в базе данных сколько фамилий? Сделайте то-то, сделайте сё-то, я сейчас подъеду. Я уже понимаю, что это за... Для меня фамилия уже сейчас делается. Сколько фамилий в базе данных? По-моему, сейчас около 8 тысяч. Не так мало для одного врача, но тем не менее... Нет, это у нас общая база данных, она моя, там, мои больные, Максим Александрович и вот теперь Софья Валерьевна. Мне всё-таки надо напомнить ещё раз телефоны прямого эфира. Это 495-6510-996 или сайт Финам.фм или смс 553 5533, начиная с буквы «я» и дальше пробел. Вот, может быть, кто-то нам позвонит, а если не позвонит, мы замечательно справимся сами. Артемий, слава богу, у вас есть недостатки, вы ленивы. Вот, расскажите, как ваша дочка ходит в Тарусскую школу? Ведь в Москве все кричат о том, что, ладно, здравоохранение, образование чудовищно, просто чудовищно. А как вы довольны ли Тарусским образованием вашей дочери? Как ни странно, доволен. Я, ну, у меня вообще со школой особые совершенно взаимоотношения, но, может, не особые, в общем, я пошёл в школу в третий класс сразу и как-то сразу это было не очень удачно, в общем, я не любил школу. Вот, и с одной стороны, не любил, с другой стороны, когда я учился в классе, там, ну, пятый, шестой, седьмой, восьмой, уже началась там свобода, лихие девяностые, мы там пили пиво, прогуливали уроки. Сейчас это всё как-то... Это недостаток или достоинство? Я думаю, что это достоинство, потому что сейчас в школах появились охранники, какие-то эти все ЕГЭ, отмечания, посещаемость. А, на ЕГЭ не наезжайте. Ну, я... Это правильно. В общем, система, в школу пришла система. Вот, это, по-моему, не очень хорошо. Но, что очень хорошо, что школа перестала претендовать на душу ребёнка. А вот эти вот уроки православия, это разве не душа? Нет. Нет, это всё цветочки по сравнению с тем, что это было даже в те годы, когда я начинал учиться в школе. Ну, так это русская школа, она не лезет в душу? Нет, там есть основы советской этики или основы православной культуры, я не помню, на что Дуня ходит, но это абсолютно нет идеи, что ваш ребёнок не такой. Это звонок. Да, я слушаю вас. Нина сорвалась. Вот поэтому будем говорить дальше про школу в городе Таруси. А как же, подожди, вы же должны были утверждать светская этика или православная культура? По-моему, сейчас Дуня ходит на православную культуру. Кто её преподает? Женщина очень симпатичная, женщина, в общем, без, ну вот, такого вот, ну, это без насилия над психикой. То есть, ну, я ни разу не слышал от Дуни какого-то, ну вот. А сколько сейчас лет Дуни? Ей 10 лет. Единственное, вот 1 сентября показали, ходили смотреть выступление Медведева. Да, а потом она в учебнике обнаружила, что у нас президент уже Путин, а там до сих пор Медведев. Как смешно. но, в общем, это не касается реальной жизни детей, это не касается. Добрый вечер, у нас звонок. Я слушаю вас. Опять, что ж такое у нас с техникой сегодня? Не получается у Нины дозвониться. В плане уровня самого образования, ну, по младшей школе меня трудно судить, потому что, по-моему, главное, чтобы учитель был добрым и ребенка не мухил. так же, как и врач. Да, Надуня любит, вот до, по крайней мере, до сегодняшнего дня, что для меня абсолютно кажется дикостью, Надуня любит ходить в школу. Ну, может быть, у нее это наследственное, папа любит ходить на работу, Но в школу папа ходить не любил. Ну, может быть. Знаешь, девочки вообще более спокойны, чем мальчики. Это известное дело. Она много читает. В общем, я, как бы, я не надеюсь, что школа, это я образование. вы рассказываете такую сказочную, совершенную историю, такую святочную, о том, что поехал замечательный человек в маленький калужский городок, с ним замечательная жена, которая построила дом. Ну, что, попробуем еще раз с Ниной справиться? Попробуем. Алло. Я слушаю. Ну, как-то вот не получается. Вы в эфире? Опять нет, опять нет. Опять слетело. Что ж такое, не везет человеку? Вот какой кошмар. А, может быть, попробуйте сами вывести в эфир, ладно, чтоб не я. Может быть, у меня что-то не получается по неопытности. мы продолжим, Артемий, так святочная история. Ну, что-то плохое, ведь наверняка вы пожалели о том, что вы сделали. Шесть лет. Ну, ну, как сказать? Ну, всегда ездить, всегда думаешь, а вдруг не так, а вдруг надо было лучше сделать эдак. но в плане профессионалей мне обычно хватает поездки. Я приезжаю к кому-нибудь от знакомых в Москву, в больницу, так, похожу, поговорю, посмотрю. Я обычно думаю, боже мой, какое счастье, что я работаю в Тарусе. Я слушаю. Я не знаю, что делать с этим на звонку. Алло. Продолжайте разговор. Говорит нам продюсер. Ну, будем продолжать разговор. Вот, но негативные моменты есть, естественно. А потом на запад, Артемий, потом все-таки на запад. Хочется поехать? Сейчас уже нет. А хотелось? Ну, в какой-то момент хотелось. Когда? Ну, я, как-то в начале понемножку иногда хотелось. Казалось, что, может быть, надо было поучиться на западе, потом приезжать сюда с багажом знаний, опыта и так далее. Но сейчас, сейчас совсем не хочется, потому что, к сожалению, я не знаю, ну, много у меня друзей уехало на запад, но или никто не вернулся, а те, кто вернулись, ну, мне бы не хотелось работать в тех условиях, в которых работают они. То есть в Москве? Это, как правило, элитные клиники в Москве, соответствующие условия работы, и, ну, это совсем не то. Чем плохие? Извини, наедьте, на элитные клиники. Не хочу наезжать на элитные клиники, но хотя бы то, что это контингент больных, да, Но ко мне может прийти, в общем, любой больной. Даже, там, условно говоря, эмигранты из Средней Азии без полиса. и я его буду лечить примерно так же, а может быть, даже так же, как я бы лечил, я не знаю, легчика. То есть такое донкиходство. Что? Донкиходство. Ну, не донкиходство, это и есть профессия врача. В принципе, это во всем мире так. Это только у нас... Нина, опять слетела. Что ж такое-то? Уже по другой линии. Как в Европе, а в Штатах действует закон, соответствующий которому пока больной нуждается в помощи, ее не имеют права ему не только не оказывать, но даже задерживать из-за того, что у него нет полиса, оплаты и так далее, если это экстренная помощь. Ну, существует миф, кстати, что в Америке могут человека оставить умирать на улице, потому что у него нет страховки. Вот расскажите, про это, пожалуйста. Я вот сама не знаю. Я был в Америке в одной клинике, там просто он к другу приехал именно посмотреть, как это устроено. Нет, его могут потом раздеть до нитки, если он платежеспособен. Вот его вылечили очень сильно, да, а потом начинаются финансовые ему выставляют претензии. Могут его обанкротить и так далее. Но сказать, нет, вы знаете, все, мы вас лечить не будем, потому что вы... Подожди, значит, получается, что... с экстренной помощью такого нет. Экстренная помощь оказывается независима от страховки. То есть человек может сказать, вот придя в себя, вы налечили меня на 10 тысяч долларов, у меня их нет. И что тогда? банкрот. Ну, хорошо, человек банкрот, да? Да, но это... Ужас. То есть бедный. Ну, бедный, зато здоровый. Хорошо сказано. Но это не должно... Врач не должен думать в тот момент, когда он лечит о том, какая страховка у его больного. Ну, то, что у нас называется страховка, это вообще не страховка. Потом к больному подходит человек и говорит, то есть не врач, а другой человек, какой-то там продюсер больницы. Ну, да. Ну, так должно быть. Но нет идеальной медицинской системы. Но врач не должен думать о том, сколько больниц получит от того, что он полечил этого больного. У нас же думают врачи об этом. Ну, они думают, что их заставляют. Заставляют об этом думать. Подождите, они думают, что их заставляют. Это как? Ну, как, в больнице существует очень жесткая, очень жесткая система, а в частной клинике уж тем более, очень жесткая система наездов за, так скажем, за неприбыльное лечение. Да, ну, грустно быть пациентом, которому применяются такие методы. Грустно. Но тем не менее, да, и поэтому я понимаю, вы уехали в Тарусу. Скажите. Ну да, отчасти этих проблем я избавился. Конечно, не от всех, но больному надо сделать исследование, которое стоит стольких-то денег, да, и мы его сами сделать не можем. да, он не может его сделать. Приходится применяться к этому. Но вокруг все такие. Подождите, подождите, Артемий, ну вот, я сейчас не хочу про Тарусскую больницу вас спрашивать, потому что вы все равно не захотите обижать коллег. Ну вот, предположим, гипотетически, обнаружился какой-то врач в городе Таруси, в вашей замечательной больнице, или вы перешли работать в другую, там он обнаружился, который работает с вами как бы в паре, но руководствуется абсолютно другими принципами. Как вы будете действовать? Ну, гипотетически даже, если такая ситуация возникнет, здесь я, как бы, чем меньше практика, да, в смысле, количества врачей, отделений, служб и так далее, чем меньше практика, тем я меньше завишу от других. Да, вот я считаю, что надо делать так, я буду делать так, и все, и хоть потоп. Ну, а стыдно вам за своего коллегу не будет? Ну, это не зависит от того, где она, рядом со мной, или где-то в другом месте. Ну, как, ну, мы сталкиваемся иногда с тем, что больные жалуются на каких-то врачей, что их там попросили денег или не захотели делать то, или у нас есть подозрение, что что-то сделали из таких соображений коммерческих, а не медицинских. Но мы к таким коллегам не направляем своих больных. То есть, понятие репутации в медицинской среде все-таки существует? Да, конечно, все строится. А у вас есть такой, как бы, телефон доверия, по которому вы звоните и говорите какому-то своему приятелю, вот к этому не посылай. Ну, конечно, все знают, кого к кому направлять. Это только в Рангпахторусе или в Москве? ну, все врачи, которые пытаются практиковать хорошую клиническую практику, честную, добросовестную, профессиональную, у них есть свои люди по разным специальностям, которым они направляют своих больных. Что? А много таких врачей, которые вот руководствуются этими приятелями? Не знаю. Думаю, что мало. Но, наверное, больше, чем кажется. Дай бог, я, честно говоря, очень хочу в это верить. Ну, просто мы сталкиваемся с... сталкиваемся мы и перерассказываем другим, когда случается что-то неприятное, да? Когда гаечник попросил взятку, мы об этом всем рассказываем. Когда гаечник проверил документы и сказал, езжайте, мы об этом никому не говорим. Это правда. Вот я... Там однажды меня остановили, я вышел там, я еще только начинал водить там, сто рублей сразу сдал. Там гаечник просто обиделся на меня, что это вместо документов мне... Это правда. У нас существует какая-то презумпция того, что все плохо. Мы постоянно рассказываем другу плохое и не рассказываем хорошее. Более того, вот когда я была юным журналистом и пыталась писать о чем-то хорошем, мне постоянно приходил редактор и говорил, какая-то джинса, ясно, ты вообще что творишь? Почему ты так хорошо говоришь об этом человеке, ты не знаешь? Он же производит то-то-то-то. Я говорю, ну знаю, конечно, но я же говорю не о том, что он производит конкретный продукт, я говорю, что он производит его просто хорошо. Но вот это нельзя. Вот где проходит та грань между рекламой и просто хорошими новостями? Мне так, наверное, не доведется понять, по крайней мере, профессионально. Врачам в этом смысле проще. Нет, врачи на самом деле все считают, что все плохо, действительно все плохо. Но это плохо в основном не во врачах и не только во врачах, а в той системе, которая даже тем врачам, которые могли бы работать хорошо, она им не дает этого делать. Но может быть, все-таки становится лучше? Я помню вторую... Нет, становится хуже. Хуже. То есть больше бумажек запахнет? Больше, да. Государство становится ближе, оно больше интересуется тем, что происходит. И своими неуклюжими лапами рушит то, то, что работало. Обидно это слышать, потому что все время кажется, что вот та скорая помощь, которая стояла в дворе с надписью «Национальный проект здоровья», я помню ее в Тарусе, она вот будет, ну, условно говоря, делать все только хорошее для наших людей. Ну, никто не спросил перед этим, вам нужна такая скорая помощь или другая скорая помощь. Вот ее так вот поставили, сказали, вот это теперь, здесь будет написано «Единая Россия», и говорите, что у вас все хорошо. Но мы говорим, чтобы не трогали, чтобы дали работать. И мы говорим, чтобы не трогали и чтобы дали работать. Наверное, так действует приблизительно 99,9% граждан нашей страны. В какой-то момент мы все равно все осмелимся, и скажем, что нам не нравится.